Декоративные косметики Всем известные тени Я тоже захотела их попробовать Чем же они так хороши Первый оттенок, который я взяла Это такой матовый оттенок Сороковой Очень, по-моему Самый распространенный И второй Это пятидесятый Это уже такой перламутровый оттенок Идет он серебристый С блесточками Сводчина тени я обязательно вставлю В это видео А так расскажу о своем мнении о них В общем-то тени Я бы сказала неплохие Но они у меня 24 часа не держатся Я наношу их на базу И на базе Они у меня держатся Чуть больше чем полдня И потом уже начинают в складке века Скатываться Как-то не пойму почему так Потому что обыкновенные тени Рассыпчатые, которые я наношу Они у меня держатся на базе Весь день До вечера Смело Но эти же тени у меня скатываются Вечером так вообще там Ничего не остается на веках Насчет вот этого Самого распространенного оттенка Сорокового То он такой Как-то коричнево-серый И в баночке он такой Больше коричневый Но когда наносите на века То он такой уже больше серый Становится Этот же оттенок серебристый Какой в баночке Такой и на веках Делаю я макияж с этими тенями Таким способом Что наношу полностью На всю века И делаю стрелочку Конечно можно и поэкспериментировать Как-то с цветом Вот Наносить в общем-то их легко Наношу я их пальчиком Очень много Большое количество теней И мне кажется хватит их на очень долго Это что является их плюсом Но из-за того что они у меня Не очень хорошо держатся Не знаю почему Как-то наверное поставлю я этим теням Где-то четверочку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также в Литуале я себе решила Прикупить вот такой вот Тональный крем от Maybelline Afini Mat Совершенный тон Матирующий тональный крем В оттенке у меня 0,3 Светло-бежевый Идет он с SPF 17 Для жирной комбинированной кожи Здесь 30 мл И насчет матирования Скажу то что Матирует он мне примерно полдня Не больше Перекрываемость у него небольшая Этот тональный крем очень интересный По консистенции он такой жидкий Очень даже жидкий Поэтому нужно аккуратно Когда вы выливаете сюда Допустим Мне не очень удобно Потому что это все стекает Я сразу либо наливаю на кисточку и разношу Вот Оттенок мне идеально подошел Сейчас у меня кожа абсолютно не загорелая И этот оттеночек идеально сливается с моей кожей Даже не нужно на шею его наносить По ощущениям кожа бархатная Приятная Поры он не забивает Повторюсь он такой жиденький Легкий какой-то Похож очень на BB крем Ну в общем то продукт мне в принципе понравился Но из-за того что Матирует он не так долго Вставлю ему тоже четверку В Литуаль я ходила с мамой И мы набрали на определенную сумму И поэтому И можно было выбрать подарок Взяла я себе Такую вот помадку Это помада Литуаль Серия Rouge Desire Оттенок 315 Очень красивый цвет Он такой вроде бы в стике темненький Но на губах он выглядит вполне естественно Чуть-чуть ярче чем естественный цвет губ Помада по текстуре очень понравилась Даже понравилась моей маме Хотя она очень капризная на помады Она не сушит Она не подчеркивает шелушинки Она не скатывается Никуда не забивается Она по такой консистенции Какой-то гелевой Очень похожа На гелевую помаду От Faberlic Но как мама сказала Ей это по текстуре Больше понравилось Чем помада от Faberlic Ну а мне в принципе И та и та помада нравится Вот Очень довольна Что тем более Попалась она мне в подарок Хотя цена у нее Где-то 400 рублей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как-то в магазине я увидела вот такой вот блеск Были эти блески со скидкой И такой оттенок мне очень нравится И я соблазнилась, взяла себе Это тоже от Maybelline Cover Tattoo Lip Gloss Цвет очень красивый Очень по мне Он идет такой с блесточками У него очень приятный какой-то конфетный аромат Сам на губах блеск такой прозрачный Он только дает красивое свечение на солнышке Этот блеск практически не липкий Что мне очень нравится Я в липкие блески не люблю Даже пользоваться ими не буду Удобная кисточка для нанесения В общем-то блеск мне понравился Буквально на днях я приобрела себе Наконец-то нашла эту тушь Это от Vivienne Sabo Cabaret Тушь очень известная Все девочки ее расхваливают Я сколько ни искала у себя в городе Нигде найти не могла И все-таки в том магазине В котором она вроде бы как должна была продаваться Но ее не было в наличии Появилась И я решила ее взять Стоимость у нее вполне приемлемая Я думаю, каждая может себе позволить Кисточка такая, какую я люблю Она силиконовая С такими зубчиками Очень хорошо прокрашивает Расчесывает реснички Делает такой эффект Чуть больше, чем натуральных ресниц Как я люблю На повседневку самое то Она не осыпается Хорошо прокрашивает Никаких комочков Хороший у нее ограничитель И держится она весь день В общем, тушей я осталась полностью довольна И теперь я понимаю Всеобщие восторги о ней Вот И как закончится То я, наверное, опять буду искать И ждать, чтобы она появилась Потому что, ну, очень хорошая тушь На 8 марта мне мама подарила Вот такую вот палетку теней От Арифлейм Название я ее не помню И ставлю вот здесь вверху Мама, говорит, долго читала отзывы Чтобы взять хорошие тени И тени действительно хорошие Они держатся весь день Конечно, они не сильно прям пигментированы Тем, кто не любит такого рода тени Я, конечно, не посоветую Но для дневного макияжа Я думаю, эта палетка самая то Для офисного макияжа Тени идут сатиново-матовые Ближе вот к этому И что мне очень-очень в них понравилось Они практически не осыпаются Ну, это прям крайне редко Чтобы что-то там осыпалось Не нужно ничего убирать Очень понравились Они такие шелковистые Хорошо наносятся В общем, очень довольна Таким подарочком Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Внизу взяла я себе вот такие вот три палетки Долго искала, потому что у кого-то цена на них завышена У кого-то доставка слишком дорогая, на мой взгляд У этой же девочки стоят они 250 рублей Палеточка одна И доставка довольно-таки приемлемая Обязательно я себе решила приобрести вот такую палетку с 45 номером Взяла такую стандартную палетку с 46 номером Здесь они идут от белого к черному И также со скидками досталась вот такая вот палетка под номером 43 Шла она и так со скидкой Так как у нее розовый оттенок был немножко отколот Но сами оттенки в общем-то не пользованы Она была, так скажем, девственная Единственный минус, который я нашла Это то, что вот у палеточки черно-белых тонов У них рефильчики выпадывают Нужно будет приклеить А так все палеточки в принципе мне понравились И тени понравились по качеству Цвета обалденные Очень хорошо пигментированные тени Они идут больше матовые И есть некоторые оттенки таким сатиновым финишем Вот, просто суперские тени Теперь я тоже понимаю, почему их так хвалят Они достойные И цена у них в принципе тоже бюджетная За 4 оттенка 250 рублей, я думаю, не жалко Тем более, что по граммам здесь очень много теней Сейчас я в основном крашусь вот этими палетками Теперь они мои любимицы Я ими полностью довольна Тени тоже не осыпаются Держатся весь день Хорошо наносятся, тушуются В общем, одни лишь только хвалебные оды Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этом моя декоративная косметика закончилась. Надеюсь, я была вам полезна и интересна. И что-то вы для себя приметили. Всем до новых встреч! Хорошего настроения, улыбок и солнышка! Всем пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА